Всем привет с канала Брим Тим, и у нас уже весна полным ходом, реки открываются, заводи, и скоро наступит сезон спиннинга. Главное переждать его запрет, и можно будет спокойно идти. Сегодня мы, наверное, опять-таки в плане обучения наших собратьев по увлечению, по хобби, мы разберём такую тему, как оснастить силиконовые приманки. Опять-таки будет показан допустимый и нужный минимум информации со всеми тонкостями, к которым мы приступим прямо сейчас без лишних слов. Первым, наверное, к которому я хочу разобраться тонкость, это будет ловля на микроджик. А даже, может быть, сначала это будет не микроджик, а мормышинка, это направление, к которому всё-таки люди приходят спустя некоторое время. Вот, допустим, твистер Lucky John серия Original. Осталась бы упаковка, показал бы, если она есть. Да, она есть. Вот. 100 рублей 20 вот таких твистеров. Эффективная приманка по окуню, но за счёт того, что приманка имеет малый вес и малый размер, допустим, палкой в 60 грамм, вы её забрасывать не станете. Следовательно, нужно либо вязать гирлянду с утяжелением, либо ловить на маленький вес. И что мы делаем? Мы берём мормышку зимнюю, у меня какая-то зелёная, крашеная. Берём, чтобы хвост смотрел вниз, и протыкаем с головы, предварительно замерив, где она у нас будет выходить. Вот. Приманка оснащена, микро- или нано-джик, утяжелённая головка, вводя она у нас будет стоять вниз тяжестью ко дну, и торчащий крючок. И окунь, когда будет заглатывать, он будет цепляться и не сойдёт с неё, несмотря на то, что крючок маленький. Далее, наверное, что мы рассмотрим, это именно микро-джик. Приманок бывает огромное количество, мы их, наверное, рассмотрим именно в ролике про спиннинговую сумку. Микро-джиковый крючок, то есть, похож на крючок для ловли мирной рыбы, но с большим ушком. Также берём твистер, только уже побольше. Протыкаем. Получилось у нас вот так вот. Далее, мы берём то, что должно быть у любого спиннингиста, который занимается ловлей на силифон. Это огромная тяжёлая коробка с грузами, с свинцом, вольфправом. И, допустим, кидаете вы палкой до 12 грамм микро-джик в среднем. Нормальная палка. Заводим скобу. И далее всё по инструкции. Цепляем джиг-головку, точнее, чебурашку. И всё. У нас получается оснащённая приманка, уже утяжелённая, Которая, вот я её тяну спокойно, И крючок не слазит с неё. Это уже микро-джик, наверное, мы будем считать, То, что всё-таки то было это нано-джик, Это всё-таки будет микро. Потому что вес более большой, То есть уже 8 грамм, Это уже допустимый такой вес. Сейчас сразу сниму, чтобы не путаться с вами далее по ролику. Дальше что у нас пойдёт? Дальше у нас, наверное, с вами пойдёт оснащение джиг-головкой. Именно джиг-головкой. Вот, допустим, джиг-головка. 8 грамм. Это крючок большой, который впаян уже в свинец. Сделано это для того, чтобы была открытая оснастка. И для того, чтобы не мучиться с офсетником. Потому что всё-таки его одевать сложнее. Берём коробку нашу с силиконом. У кого какая есть. И допустим, берём вот такой вот симпатичный силикон. Вишнёго коньячного цвета. Это лаки Ланкер Сити. Виброхвост, который на свету, кстати, чуть меняет цвет. Виброхвост. Промеряем, как он у нас станет. Станет довольно-таки хорошо. И начинаем с головы его протыкать. Проводим, пока он не выглянет там, где мы примерно его примерили. Завели. По центру спины. Вот, пожалуйста. Мы оснастили силиконовую приманку. Такую приманку, она всё уже утяжелённая, с крючком. Цепляем на поводок. И закидываем вперёд. И проводками ловим хищника. Оставим её прямо здесь. Далее. Мы, наверное, разберём с вами такую вещь, как... ...обсетник. Если в процессе ролика вам было что-то непонятно, вы всегда можете задать ваши вопросы внизу в комментариях. Можете оставить отзыв о том, правильно я говорю или нет. Потому что, опять-таки, не претендую я на звание профессионала. Просто такого же любителя. Далее. Берём, допустим, уже больше твиста. Также мы уже начали ловить на тяжёлых весах. То есть, допустим, 15-12 грамм. Относительно. Больших всё-таки это ещё считается лайком. Берём осетник. Вот такой вот кривой, как саблю. Ставим ровным ухом. И промеряем, где он у нас выйдет. Теперь берём его. Протыкаем с головы. Немного уводя, протыкаем снизу. Протягиваем. Не знаю, как лучше показать. Поворачиваем. Вот. Он у нас выйдет вот здесь сейчас. Чуть загибаем силикон. И протыкаем сжалом наружу. Вот, пожалуйста. Оснащённый твистер готов. Отличия, допустим. Здесь также... Извиняюсь, упал. Здесь также не забываем. Цепляем джиг-головку. Уже сейчас просто не буду тратить на это время, чтобы не растянуть ролик. Опять-таки, то же самое, что и с микро-джингом. Цепляем чебурашку, утяжелитель. И можем закидывать. Основное отличие такой оснастки. Вот такой. Мы уже видим сразу, крючок здесь спрятан. Такая оснастка для ловли в коряжнике, в густых зарослях, в тине. Это больше на ямах, это больше судакова, я бы сказал. Там, где ни коряжника нету, никаких зарослей. Потому что обрывать каждый раз силикон, это и обидно. И вам обидно, что вы его не разлавливаете. И не забывайте, что силикон стоит денег. Не забывайте, что джигаловки, овсетники, это всё стоит денег. И любой обрыв не результативный, это трата ваших денег. А рыбалка должна всё-таки приносить удовольствие. И вот у такого рода оснастки зацепов намного меньше, чем здесь. Всё, сразу уберём. Это потом на рыбалке сразу смогу взять. И следующим, наверное, видом оснащений... Да, единственное, что ещё хочу сказать. Допустим, по поводу джигаловок. Ну, допустим, вот она, джигаловка в 24 грамма. Просто толстый слинцовый шар. Вот за это выцепляем. Сюда одеваем наш силикон. И между вот такой джигаловкой отличия нет абсолютно никакого. Просто вот это стоит 12 рублей, вот это стоит 40 рублей, либо больше. Да, они могут светиться. То есть в ультрафиолете, в неоновом свете. Они могут светиться. Но, как правило, на такое поклёвок либо ровно столько же, либо на одну меньше, чем на этой. И переплачивать это уже ваш выбор. Можете взять пару штук, чтобы хотя бы было с чем сравнить. Так. И, наверное, последнее оснащение, которое стоит показать, да и даже которое существует, мы не будем брать ни каралинские оснастки, ни алабамские зонтики, ни какого рода отводы мы не берём. Мы берём просто силикон. То, с чем сможет ловить начинающий рыболов, который был 500 рублей. Есть оснащённый спиннинг. Он пришёл, он набрал пачку силикона, он взял крючки, он взял груз и пошёл на водоём. Всё, никаких оснасток мы не вяжем сейчас. Так. И с двойником. Для двойника, допустим, возьмём мы вот такую рыбку. Опять-таки, силикона бывает огромное множество. Это виброхвост, и это тоже самое. Но отличаются они только видом. Вот вам, пожалуйста, фанатик, стрекоза, варва. Огромные вариации твистеров силикона, какого только не бывает. С двойником всё немного сложнее, но показать всё-таки попробую по максимуму. Вот виброхвост, вот двойник. Мы промеряем, как он у нас будет стоять. У него должна выглядывать вот таким образом ушко, чтобы мы могли зацепить. Где мы промерили, мы прокалываем его сбоку. Прокололи. Повернули. Дальше мы его максимально вытягиваем до тех пор, пока он у нас не упрёт в бок. И далее мы его посредством пронизывания в спину приманки выводим вперёд. Всё. Мы оснастили виброхвост. Это открытая, опять-таки, оснастка, но уже через двойник. И что хочется отметить, что на такую оснастку рыба уже не сойдёт, так как совсетника схода не будет, потому что она обычно зацепляется губами за оба крюка. Но и так вы будете терять гарантированно больше приманок, если будете ловить в густых зарослях. Потому что два открытых крюка зацепятся так, что будете тянуть. Если у вас титановый хороший поводок, если у вас хороший прочный шнур, может, вытащите корягу, может быть, лопнет соединение чебурашки или порвёте сам силикон. Это хорошо. Если леска будете тянуть, улопнет леска. Опять-таки, если, смотря с какой допустимой тяжестью, вы станете тянуть. Это, опять-таки, мы убрали. Сегодня мы, наверное, с вами разобрали максимальное количество нужных для начала ловли приманок. Как их оснащать? Это либо через двойник, либо это идёт вот такого вот, такие, кстати, тараканы бывают, либо это идёт оснастка через офсетный крючок, либо это идёт оснастка через джиголовку. А так, есть и техасские оснастки, и различного рода гирлянды и всё прочее, что мы сегодня не разбираем. В этом видеоролике я вам показал, что вам нужно, чтобы отправиться на хищника. Вам нужно прийти в магазин и сказать, я хочу пойти на такого-то, допустим, на окуня. Вам дают приманки окуневые. пожалуйста, вам дадут крючки, опять-таки попросите, вам дадут крючки и вам дадут груза. Груза, не обязательно чебурашки. Для лучшего прохода в коряжнике лучше брать сапожки, потому что физика игры у них абсолютно другая. И всё. И вы отправляетесь на водоём ловить. Либо, если на щуку, то берёте вот таких крокодилов. Опять-таки под них больше груз и больше оффсетник. Всё. Больше вам не нужно ничего. Единственное, о чём ещё я скажу, но это уже, наверное, смотрите в следующем ролике о том, как собраться на спиннинговую ловлю. Не прощаемся.